привет всем съемки мои сегодня начинаются вот таких кадров находимся мы с вами на улице у нас уже 1 октября все сера еще пока что не сыра пока по этой горке мы с валеркой добрались с коляской я уже успела устать покажу вам мои дорогие как всегда обзор немного нашей природы сейчас надену шля шапку валерки надела ему шапку снимает без конца уже осень вот такие остатки роскоши плане растений я вам покажу мы ходили с валеркой немножко погуляли сейчас уже с минуты на минуту может начаться дождь я решила вам показать что же у нас творится все хорошо все прекрасно единственное друзья вот на такой вот высоте мы живем очень высоко везде горы очень сложно подниматься в остальном же все классно все супер красиво пеларгонии в сочетании с плющом смотрится уже практически все участки убраны пусто небольшая зелень присутствует и различные такие растения как лаванда тыква видите уже как украшают многие готовятся уже к хэллоуину и так же ко дню благодарения до сынок в этом году рано да валерка думает что мы будем наряжать ко дню хэллоуина но мы не будем мы не будем сынок Только потом Багани наряжать будем. Мы не будем Багани наряжать. Только потом. Багани у Валерки это бабайка. Мы не будем их наряжать, сынок. Мы же их не празднуем, праздник этот. 25 лет уже практически живу в Германии. И такой праздник, как Хэллоуин, не праздную. Он нам не нравится. Ничего. Да, сынок, мы его не поддерживаем. Ты печеньку хочешь еще? Подожди, сейчас пройдем здесь, видишь, всякие машины, краны. Вот этот кран, он, наверное, до бесконечности здесь будет стоять. И это стройка. Это невозможно. Он нам всю картинку портит с вами, да? Большая елка громадная. Ель. Или елка, непонятно, что это такое. Нет, у нас похожая на участки, но у нас в разы больше. А это маленькая. В разы больше. Это маленькая. Смотрите, вот, кто не видел, покажу вам. Сейчас темно-темно, друзья. Не кран, горы мама хотела показать. Темно-темно, потому что дождь будет. А мы ходили, прогулялись, небольшие дела сделали. Стройка у людей идет со всех сторон. Сейчас, сынок. Мы уже пришли, сынок, сейчас дома тебе дам. Валерке зашла, купила печенье. Это не шоколадом. Это же с какой-то непонятной глазурью, начинкой. Непонятно, что у нас такая улица здесь тонкая. Узкая, точнее. Господи, что я говорю. И я иду, чтобы машина проехала. Тонкая, говорю. Вообще уже. Ну, смысл понятен был, я думаю. Вот, видите, тоже тыквы понаставили у себя на скамейке. Вон кюрбис стоит у них. Кюрбис, диплодения. Тут в палисаднике еще кое-что растет. Нет, тебе не нравится, сыночек? Мне тоже. А вот. Мы вовремя сходили. Все сделали, что нам нужно было. Смотрите, как у соседей у наших заросло здесь все. Все заросло. Ну, потому что они постригают. Никогда им. Они отсутствуют. Они дом продают уже, наверное. Лет пять не могут продать его. Видите, все работами заняты. А я, кстати, тоже еще астры свои не убрала. Нужно их все выдернуть и выкинуть. Все забываю. Если честно, я почему-то думала, что я это уже сделала, друзья. А я ничего, оказывается, не сделала. Заработалась вся. Уработалась. Вот это вот все повыдергивать с клумбы. Так. Гном мой весь уже обшорпанный стоит. Смотрите, как у нас... Сынок! Сейчас, сынок, разрослось. И смотрите, мы пока ходили, нам посылку прислали. Я догадываюсь, что это, я вам покажу. Вот так висит. А это мама заказ сделала, сынок. Это милый. Цветочек. Видите, вот так закрывает елка все. И здесь вот такой водопад сейчас у нас красивый. Возле дома. Яркий. Ну что, мои дорогие. Я вообще в привкушении, что мне там прислали. Потому что я заказывала на платформе eBay все это дело. Сейчас вместе с вами распакуем. Посылку он отправил мне быстро. Потому что было предупреждение, что с доставкой могут быть временные сложности. Он отсутствует до конца сентября. Но, друзья, сегодня у нас 1 октября. И он мне уже ее прислал. Я считаю быстренько. Я фотографию смотрела и купила. И надеюсь, что здесь то же самое, что было и на фотографии. Я надеюсь, вам видно. Вот так упаковал продавец все это дело. Здесь какие-то камни непонятные. Бумажка. Так. Здесь что? Здесь-то моя подписана была все дело. Но если посмотрим. Да, друзья. Он прислал все так же, как. На что я и рассчитывала. Ой, я аж подогрелась. Это же кактус. Это же кактус, да. Этот кактус называется... Ой, боже мой. Какой-то он весь... Он не говорит. Здесь страшная пылюка, друзья. Ужасная пылюка. Невыносимая. Это хильдовинтера. Это хильдовинтера. Так. Вот так она выглядит. 25 сантиметров, как он говорил. А вот эта хильдовинтера, если сравнивать с хильдовинтера колодимонодис, она колюченькая. Это хильдовинтера хильдовинтера, по-моему, так называется. Ой, блин, она колючая, друзья. И вот, смотрите, как она выглядит. Здесь, по сути, 4 хвостика, да? Вот этот скоро отвалится, я думаю. Я его в подарок отправлю своей подписчице, своему другу. Немножко они странненько выглядят, я не знаю. Мне так кажется, что они странненько выглядят, если честно, друзья. Ну, может быть, это их вид такой. Так. Сейчас покажу вам хильдовинтеру. Я так... Представлена была, как колодимонодис. Колодимонодис, но я говорю, у меня сомнения. Мне кажется, это ауреспия. Хотя, кто знает, когда она вот опушение дает, она становится похожа на колодимонодис. Ну, я склоняюсь, что это ауреспия. А колодимонодис у меня в зале висит. Я прикреплю сюда видео, чтобы было более наглядно и понятно. Да, в зале, сынок. Теперь у меня три хильдовинтеры. Я не знаю, что я буду делать с этой вообще. Что это... Но вот это я отделю. Не знаю, сейчас отделите или попозже, чтобы он, как говорится, не штрессанул сильно. А вот этот от росточек один, я говорю, пойдет в подарок. А знаете, пахнет, как в погребе земля. Она не залита, ничего, да, вы можете видеть. Но пахнет прям погребом. В принципе, растения я, вредителей, никаких не наблюдаю. Я бы сейчас его посудила, но я не знаю, есть ли у меня грунт для кактусов и суккулентов. А лечуза, по-моему, у меня закончилась. Я буду думать, что я сейчас напридумываю, друзья. Надо мне подумать. И тогда в следующем видео, если что, мы сделаем с вами пересадку. Заплатила я за эту красоту очень-очень дешево. Очень дешево заплатила в районе 8 евро 50 центов. Это уже вместе с пересылкой. Если рассчитывать, что у нас пакет, маленькая коробочка почтовые расходы стоит примерно около 4 евро, плюс-минус, я сейчас точно вам не скажу, да, то, ну, смотрите сами, да, как дешево обошелся мне вот такой прекрасный кактус. Да, еще и хильдовинтера, которая очень редкая, да, и не одна, тут 4, так еще и размер какой. Поэтому я считаю, очень выгодное приобретение. Продавец молодец. У него еще там была какая-то хильдовинтера. Нужно мне, наверное, еще одну взять у него, потому что он присылает именно то, что на фотографии. Я боялась, что он мне вот эту одну пришлет, если честно, да, но нет, он прислал все, потому что мне цена показалась очень низкой для хильдовинтера, и за 4 вот таких. И для сравнения я вам покажу, вот этот наборчик состоит из 6, да, хвостиков, на 2 хвостика меньше. И размер у них был, наверное, у всех вот такусенький, да, и я заплатила 20 с лишним евро. За них. А этот 8, можно сказать. Очень хорошо даже. Ну, вот такое видео, друзья. Поэтому и на ebay можно найти хорошие различные виды растений, и в магазинах продуктовых, и везде. Везде есть вероятность встретить интересные растения. И на иbay можно найти сможем. Продолжение следует...